Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение. Торговый дом европейский. Все лучшее в одном месте». Стиль жизни определяет качество окружающих нас вещей. В торговом доме «Европейский» вы всегда найдете эксклюзивные товары, модные коллекции лучших дизайнеров, европейские бренды и качество западных производителей. Торговый дом «Европейский». Все лучшее в одном месте. Воровского, 43. Особое мнение на 101FM Добрый день. Здравствуйте. Начинается программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Сегодня 11 ноября, понедельник, на часах 13.06. Я желаю вам удачного начала рабочей недели. И то же самое хочу пожелать с Натальей Осиповой, доценту кафедры журналистики и культурологии Вятского госуниверситета и генеральному директору коммерческого центра «Вятский». Добрый день. Здравствуйте. Собственно, ваше особое мнение мы сегодня и услышим. Напомню нашим слушателям о том, что если вам скучно слушать радиотрансляцию посредством радиоприемника, вы можете зайти на наш сайт hakirovo.ru. Там есть кнопочка «Видеотрансляция». Можете посмотреть на то, что происходит в нашей студии. Кроме того, все особые мнения анонсируются на нашем сайте. Точно так же можете зайти и задать вопрос нашей гости или нашему гостю, в зависимости от того, кто у нас, собственно, в студии присутствует. Давненько мы с вами не виделись, Наталья. Ну, это по вполне объективной причине. Вы просто отсутствовали, физически отсутствовали в городе. Да, я целый месяц жила в другой стране, в Великобритании. И провела там совершенно прекрасных три недели таких полу... То есть я была там и в гостях, но и с какими-то своими научными целями. И все получилось? Ожидания оправдались или без особых ожиданий? Знаете, я прекраснейшим... Во-первых, у меня не было особых ожиданий. Во-вторых, я прекраснейшим образом отдохнула в Англии и набралась огромного количества таких впечатлений и идей, как ни странно, для бизнеса, хотя ездила с другими совершенно. То есть прагматика, визита была совершенно иная. Я надеялась набраться научных идей, а приехала с идеями для бизнеса, потому что когда видишь, как устроена жизнь за морем, а как вы хорошо знаете, за морем житье не худо, А вот я всегда люблю слушать в таком сравнении, как у них и как у нас. Это очень любопытно. Вот что на сей раз попалось на глаза, как-то особо задело, запомнилось? Ну вот я хочу вам назвать пять фактов лондонской повседневности, которые особо меня зацепили. То есть среди множества разных прекрасных вещей особо меня удивило следующее. Во-первых, мэр Лондона. Человек по имени Борис Джонс. Известное имя, да. Который ездит на работу на велосипеде и очень гордится этим фактом и развивает посредством собственного примера велосипедное движение в Лондоне. И даже наш Воронеж поддерживал какими-то петициями, письмами поддержки именно с точки зрения развития велосипедного движения. А он ездит, простите, на своем велосипеде? Или все-таки вот эта развитая система велопроката, парковки повсеместно? Он пользуется... Это прекраснейшая совершенно система. Она, кстати, именно им была внедрена, потому что он уже второй срок мэр. Он уже что-то успел сделать для хозяйства такого огромного города. Это именно он придумал систему вот таких вот арендных парковок велосипедов. И все они снабжены прекрасными картами. И я по Лондону передвигалась даже не при помощи вот этой карты, которая не так удобна, а при помощи вот этих вот везде находящихся велопарковок с прекрасными подсвеченными картами, по которым можно сориентироваться, где ты находишься и куда тебе идти дальше. Что еще? Навигация просто идеальная. Значит, второй факт, который меня совершенно поразил. Как раз в октябре Хиллари Клинтон вручали какую-то премию в Лондоне. И вот, видимо, такая же прекрасная автолюбительница, как я, Хиллари, не очень удачно запарковалась и получила тут же штраф в размере 80 фунтов стерлингов, что в переводе на русские деньги где-то 4,5 тысячи рублей, не такой маленький, за неправильную парковку в течение 45 минут. И вот, понимаете, эта идея, что закон для всех, это такая фишка английской жизни. Они этим не просто гордятся, они иногда доводят это до абсурда. То есть считается особым шиком оштрафовать, например, принца Чарльза за неудачную парковку и показать, что закон, и таким образом, таким примером показать, что закон для всех. Это мне тоже было очень и приятно, и интересно наблюдать, потому что у нас, конечно, представят, что, например, кого-то из наших чиновников оштрафуют. Ну, простите, все-таки вспомни, не так давно случай произошел, когда губернатор, внедорожник губернатора за то, что на газоне был припаркован. По сути дела, да, в данном случае вполне себе... В общем-то, сопоставимые вещи, да. Да, он как раз поступил очень в западной стилистике. Третий факт, который был очень для меня приятен и интересен, это мультикультурность. Мультикультурность, о которой так много говорят, но которая в ткани городской, в ткани Лондона, она абсолютно ощущается. То есть мы сейчас очень говорим много о национальном вопросе. Мы даже не говорим, мы уже столкнулись с тем, что у нас национальный вопрос так остро стоит, что мы должны каким-то образом реагировать на него. Так вот, в Лондоне мультикультурность и идея возможности в городском котле переплавить разные нации в нечто единое, общее, новое, она тоже является своего рода таким вот культовым фактом и одновременно фактом повседневности. То есть, например, английский акцент, английское произношение. Известно, что английский... Классическое. Собственно говоря, английский — это сплошные акценты. Весь английский язык настолько в разных местах по-разному звучит, что сказать, где он канонический, ну, разве что на BBC, вот этот вот стерильный язык. Так вот, стерильный язык BBC — это вовсе не самый лучший язык. То есть мы стараемся в нашей речи ориентироваться на дикторов центрального телевидения, и нам кажется, что вот так вот, или мхатовское такое, знаете, мхатовское произношение с придыханием. То есть нам кажется, это красиво и правильно. Напротив, в Англии очень модно и очень правильно и очень уважительно по отношению к своим корням сохранять в своей речи вот этот источник своего акцента. Такой колорит национальный, да? Да, 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 свою идентичность через акцент. И мне рассказывал профессор Оксфордского университета Андрей Зорин о том, что к ним приехал один профессор, американец, с потрясающим оксфордским диалектом, вот этим вот оксфордским английским. Специально готовился. Да, то есть он подготовился, и он стал объектом насмешек. Потому что американский профессор с оксфордским акцентом — это смешно. Нормально, чтобы американский профессор говорил со своим американским рубленым языком. И вот для меня это тоже было так совершенно и интересно, и удивительно. Ну, как вы понимаете, я со своим русским акцентом тоже какое-то время немножко комплексовала, что вот интонации, да, звуки. Но для Лондона и для Англии в целом это нормально. Точно так же, как нормально поговорить о погоде, которая меняется действительно каждые 15 минут, и зонтик, и очки с собой — это обязательные аксессуары, точно так же нормально поговорить об акценте. Откуда ваш акцент, то есть это интерес к личности, откуда вы. То есть если переносить на нашу действительность, на наш город, абсолютно не нужно пугаться нашего вятского акцента. Да, мне бы очень хотелось защитить вятский диалект, который сейчас умирает, который остаётся только у наших бабушек, который мы теряем. Да, я хочу защитить вятский диалект, он очень красивый, его надо беречь, хранить. Люди, говорите по-вятски. Да. Не выпендривайтесь. Совершенно, совершенно точно. А вот можно ещё зацепился за, вы сказали, мультикультурность. Что-то, есть какой-то стержень, который объединяет представителей разных национальностей, народов? Вот ради чего? Ну, во-первых, всё-таки идея мультикультурности — это как раз идея сплава. Хорош один элемент, но сплав даёт нечто новое. И идея мультикультурности — это идея того, что китайская культура, русская культура, итальянская культура внутри города, внутри английской культуры, придают оттенки, как, вы знаете, дополнительные специи. А место, вот этот остров, совсем небольшой остров в Атлантическом океане, он становится той площадкой, которая объединяет и создаёт вот этот уникальный колорит, который, мне кажется, и позволил английскому языку так распространиться. Потому что внутри английского языка и внутри английского сознания есть вот эта идея открытости. Идея того, что приезжать и быть иммигрантом неплохо. Напротив, в городе есть очень много таких вещей, которые интегрируют приезжающих людей внутрь английской культуры. Это, в первую очередь, бесплатные различные школы и курсы, не только для иммигрантов, иммигрантов. Ну, например, вот я приехала на несколько недель в Лондон, и я сходила там на несколько уроков английского языка, совершенно бесплатных, там учителя, будущие учителя английского на нас тренировались, а мы таким образом учили английский. Мне это было очень интересно. Пользу ощутили от этого? Вполне. То есть там собирается такая довольно пестрая компания разнонациональных людей, которые хотят подтянуть свой язык, и будущие учителя на нас тренируются. Всем огромная польза от этого дела. И потом есть такое понимание, что есть Чайна Таун, есть русский Лондон, есть итальянская, французская, арабская, и, разумеется, огромная индийская часть, вообще английской жизни, и особенно лондонской. Поэтому ты себя не чувствуешь в Лондоне некомфортно, ты себя не чувствуешь в Лондоне гостем. Ты вполне там себе свой. Но все равно, несмотря на это, следим за новостями, и периодически там ведь возникают вспышки на межнациональной почве. Происходят какие-то погромы, драки. В общем-то, трагедийных ситуаций очень много. Ну, я их не наблюдала, я наблюдала обратную сторону. То есть если есть проблема, то я видела, как они с ней пытаются справиться. И это было мне очень интересно, и мне кажется, очень конструктивно. Еще один факт... Да, я подготовила пять. Еще один факт, который меня очень умилил, это такие микросообщества. Мы много знаем про настоящие английские клубы. Так вот, микросообщества и такие маленькие клубы в Англии возникают на самых, казалось бы, ничтожных поводах. То есть жизнь там клубится в буквальном смысле, например, вокруг скверика. То есть я жила на Расселл-сквер, и там был крошечный маленький скверик у трех домов, и существовал клуб этого сквера, куда собирались жители, чтобы как-то его благоустроить. То есть там кругом висят информационные таблички, которые рассказывают историю этого сквера, кем он был создан, что было раньше на этом месте. В Москве уже тоже потихонечку начинают, по крайней мере, информационные такие делаются таблички, но это делает правительство Москвы. В нашем городе, по-моему, еще пока даже этого и нет вовсе. А в Англии это делает не правительство, это делают вот эти вот микросообщества. Простите, кто финансирует? Я не знаю, кто финансирует, к сожалению, вот эти вот как минимум таблички, поэтому не могу вам сказать, но то, что делается, это составляются тексты, и вот инициатива исходит от жителей этого места, это точно. Или, например, рядышком с нами была одна из немногих уцелевших церквей, потому что Лондон сильно пострадал во время Второй мировой войны, а тут была церковь XIV века, и там тоже какое-то свое сообщество, которое собирается, причем, судя по составу, оно тоже какое-то такое межнациональное, и вот для решения этой проблемы интеграции разных национальностей в английскую жизнь создано. И там тоже своя микро-малюсенькая жизнь, то есть это сообщество человек 20. Они постоянно общаются между собой, да? Не только совместно физически трудятся по благоустройству, по облагоражению, это сквер. Да, абсолютно точно. Но в церкви они тоже что-то там делали, я не очень поняла, чем уж они там занимались, но какие-то, видимо, благотворительные программы проводили. Или была ярмарка, на которой в таких уличных палатках вышли все социальные группы, институты, какие-то такие благотворительные организации, которые рассказывали о своей деятельности и что-то предлагали. Например, купить какие-то маленькие штучки, их людьми сделаны. Тоже было очень приятно. И насколько это часто происходит? А это везде в том-то и дело, это повсюду, это пронизывает всю лондонскую жизнь. Это факт повседневности, это нечто экстраординарное. Мне просто интересно, как коммуникация осуществляется между людьми. Кто-то один сказал, а давайте соберемся, и все пошли. Я думаю, что да, вот это коммуникация между соседями, коммуникация между близкими людьми и так называемая горизонтальная коммуникация, не включающаяся в определенной иерархии, а выстраивающая горизонтальное общение вне иерархии. Неважно, этот сосед занимает какое-то положение в обществе или нет. Неважно, это мэр или обычный клерк. Они одинаково будут ездить на велосипедах и одинаково участвовать в возделывании своего скверика. Поразительно, да. Это очень радостно. Умиляет, да. Да, и последний факт про английскую жизнь, который я еще хотела рассказать, это английские пабы, конечно. Значит, мы с вами привыкли думать, что английский паб — это такое злачное место, куда по вечерам приходят выпить. Нет, честно говоря, ничего не думаю про английские пабы. Ну, я имела вот такое примитивное о них представление. Я с удивлением узнала, что, оказывается, английские пабы, особенно в районе Ковергардена, в таком театральном районе, они являются театральными площадками. То есть в этом пабе есть малюсенький... Причем весь паб — это комната немногим больше той, в которой мы сейчас с вами находимся. Наша студия, да. То есть метров двадцать. Там стоят столики, и там же маленькая сцена, которая метра полтора-два, на которой выступают актеры. И вот эти актеры, они очень разного происхождения. То есть это люди, которые пытаются отработать какие-то свои идеи и навыки вот на живом и слегка выпившем зрителям. Это отнюдь не профессиональные артисты, да? А это и профессиональные артисты, потому что я узнала, что, оказывается, таким образом, например, прокручивают идеи всех мюзиклов, смотрят на живом зрителе, как он будет на это реагировать. И потом эти мюзиклы, сыгранные и спетые вот в таких вот просто микроскопических пабах, выносят и выводят на большую сцену. Таким образом, эти пабы становятся такими творческими лабораториями. И вот возможность творческой реализации в Лондоне меня, конечно, тоже совершенно подкупило, потому что быть чудиком в Лондоне модно. Это даже как-то естественно, это нормально. А в нашем городе людей с чудинкой... Все будут показывать пальцем. Да, у нас их, во-первых, мало. Наверное, Витя модный один из немногих персонажей кировской жизни, которых, например, знаю я. А во-вторых, у нас это как-то так и не принято. У нас принято быть как все. А у них принято ровно обратно, и быть не как все. Ну и все-таки среднестатистический лондонец, он идет в паб за тем, чтобы посмотреть на это представление, или за тем, чтобы пропустить, не знаю, кружку другую? Ну, разумеется, он идет для того, чтобы пообщаться. Пообщаться за кружкой еля, пива. То есть в Англии жизнь очень публична. Там не так часто... Мы ходим друг к другу в гости, а они ходят с друг другом в пабы. Но рядом с этим они открыты для того, чтобы во время своего такого вечернего пива посмотреть какое-то театральное событие. Вот. Мне это показалось, да, очень любопытным. То есть культура, она прямо идет в народ. То есть это такая альтернативная борьба с алкоголизацией населения. Не отбирая у него кружку пива, а наоборот, с кружкой пива давая ему порцию искусства. Что, естественно, облагораживает нравы. Пожалуй, генералу Солодовнику нужно подсказать эту идею. Все-таки вот это... В закрытых закусочных открытие... Да, это акция по закрытию... Театральные кружки. По закрытию рюмошных, закусочных. Все-таки там вот как раз речь идет о таком небольшом пространстве, да, когда все... Ровно, да. Локоть к локтю. На самом деле наши закрытые закусочные, это как раз вот такие вот пабы. Место для общения, да. Давайте там сделаем театр. Мне кажется, все будут только выигрыши. Интересное предложение, да. Я напомню, что это особое мнение Натальи Осиповой, генерального директора коммерческого центра «Вятский». Ну а давайте сейчас мы перейдем к вопросам из разряда, что называется «А пока вас не было». О, да. Да, кое-что случилось. Давайте поговорим о событии, которое произошло 6 ноября этого года. Состоялась официальная встреча президента Путина и губернатора нашей области Никиты Белых. Рабочая встреча, попросту говоря, Никита Юрьевич отчитывался перед президентом, как нам живется и по большому счету нормально мы живем, по словам Никиты Юрьевича. После этой встречи возникло много вопросов, обсуждений, а что же это было такое? И сразу же многие задались вопросом, останется или не останется, Никита Юрьевич. Какими вопросами вы задались? Я посмотрела и это интервью, и я посмотрела ленту комментариев. И что любопытно, ведь никто не воспринял это интервью, как вы сказали, отчет о работе. Потому что ничего нового в том, что говорил Никита Юрьевич о жизни в Кировской области, или как-либо интерпретируемого как его достоинства, как его заслуги в должности губернатора, я вот, например, не нашла. Достаточно обыденно все было, да? Да, темпы строительства, собственно говоря, не заслуга Никиты Юрьевича. И что из того, что было перечислено? Поднятие зарплаты бюджетникам тоже, собственно говоря, не его заслуга. То есть все то, что он перечислял, было довольно понятно, ожидаемо. Непонятно было, зачем с этим он пошел к президенту раз, и зачем это было показано по всем телеканалам два. Можно было просто написать на бумаге, отправить, да? Конечно, да. То есть ничего такого в Кировской области не произошло, ради чего стоило идти к президенту. Поэтому никто не обсуждал содержание этой встречи, а все обсуждали именно сам факт. Потому что этот факт был практически всеми воспринят как определенного рода жест поддержки Кремлем кандидатуры Белых на возможных следующих, вернее, на обязательных следующих губернаторских выборах. И некое такое благословение со стороны действующего президента, губернатора Белых. И вот этот жест вызывает у меня, ну, я не скажу, что, я скажу так, некоторую такую вот глубокую грусть по поводу устройства политической жизни российской. Потому что что же получается? Мы с вами пойдем на выборы, но главное выборное событие происходит либо до выборов, либо при подтасовке бюллетеней во время выборов, но никак не фактом моего голосования. Зачем я пойду на выборы, если, например, я уже знаю, что, ага, оказывается, Путин Белых благословил, и вроде вопрос решен. Именно так воспринимается факт вот этого телеинтервью, как некоторое благословение и решение этого вопроса. И вот это вызывает у меня очень много и недоумения, и вопросов, и главным образом вопросов именно к Никите Юрьевичу, который, в общем-то, и пришел как губернатор, оппозиционер, и всегда себя позиционировал как личность, которая поддерживает либеральные ценности. Ну и уж, по крайней мере, честные выборы. Ну и все-таки при всем при этом, при этих размышлениях оставляете вы какую-то толику неуверенности? Все может измениться, все может повернуться своим волевым решением, президент совершенно иначе поступит. Подождите, мы говорим про выборы губернатора или про назначение губернатора? Мы говорим сейчас про исполняющего обязанности. Про назначение на ИО. Ну, мне кажется, что теперь очень ожидаемо, что, конечно, Никита Юрьевич будет ИО, и как бы следующее ожидаемое, что он будет поддержан Кремлем на посту губернатора. То есть именно ради этого факт интервью и произошел, как мне кажется, и как кажется, не только мне. Но, опять же, для меня это большой удар по идее выборности губернаторов как таковой. Потому что если главное то, что говорит Путин, то зачем мы идем на выборы? Зачем мы пойдем на выборы, если все решено? Вот это тот главный вопрос, который есть. Ну, а все-таки вы 8 сентября следующего года пойдете на выборы? А я хочу посмотреть, кто будет выставлен в качестве кандидатур, кроме Никиты Юрьевича и Олега Дарьяловича. Те две кандидатуры, которые наиболее часто мы слышим и наиболее активно... Есть еще Сергей Павлинович Мамаев. Стоялся не так давно съезд коммунистов, где официально он был выдвинут на губернаторские выборы. И вроде как он не отказывается. И вот за кого же нам, бедным либералам, голосовать в этой ситуации? С одной стороны, мы видим представителей единой России. С другой стороны, мы видим коммуниста. С третьей стороны, мы видим действующего губернатора, с которым либеральная часть общества связывала огромные надежды, ожидания. И губернаторство которого вызвало, в общем, довольно много и разочарований тоже. По крайней мере, вот у меня, как у представителя кировского бизнеса, есть очень много вопросов к губернатору именно с точки зрения его хозяйственной деятельности. С точки зрения его руководства... То есть, а что такое хозяйственная деятельность губернатора? На мой взгляд, это главная часть его деятельности. Именно не политическая. Хотя, конечно, губернатор — это политик, но... Это нельзя ни в коей степени исключать и забывать. Но все-таки хотелось бы, чтобы он был еще и хозяйственником, чтобы он управлял экономикой региона. А в этом смысле, в том секторе, в котором работаю я, произошли совершенно... С одной стороны, анонсированные Белых, то есть это вполне его были решения, а с другой стороны, губительные для Кировской области решения. Были открыты двери федеральным сетям, мы получили магнитопятерочку, и мы получили уход с рынка кировских производителей и кировских поставщиков высоких качественных продуктов. Безусловно, да, это нельзя не заметить, но про кировский бизнес и про судьбу некоторых кировских бизнесменов мы еще поговорим после небольшого перерыва. Пару минут, и мы вернемся. Продолжится «Особое мнение» Натальи Осиповой. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение», «Торговый дом европейский». Все лучшее в одном месте. «Особое мнение» на 101FM. Продолжается эфир на 101.0. Меня зовут Владимир Сметанин, и гость студии Наталья Осипова, генеральный директор коммерческого центра «Вятский», доцент кафедры журналистики и культурологии Вятского госуниверситета. Ее особое мнение сегодня мы слушаем. И сейчас переходим к еще одной теме. Не так давно был продлен арест Олегу Березину до 17 декабря. Согласно решению Басманного суда, он сейчас будет находиться в СИЗО, адвокат, собственно, назвал уже это решение о продлении ареста незаконным, неправомерным. Его возмутило в том числе и увеличение суммы залога. Вы как воспринимаете, знаю, что вы следите и очень близко воспринимаете все эти вещи, связанные с Березиным? Ну, я думаю, что любой человек, занимающийся бизнесом, воспринимает все происходящее с Олегом Березиным очень заинтересованно и лично. А я еще и лично знаю Олега Юрьевича, и поэтому я не вижу вообще никакой опасности для общества и никакой необходимости держать его в заключении при нерешенном... То есть в данном случае это решение выглядит как наказание за что-то, за что мы не знаем, и попытка давления на Олега Юрьевича как на человека, у которого хотят что-то забрать. И этот вопрос о продлении ареста для меня напрямую связан вообще с тем, что происходит в продуктовом секторе нашего города и что касается каждого человека, живущего в нашем городе. Вот вдумайтесь, Олег, на самом деле на сегодняшний день половина населения города так или иначе связана с системой «Глобус». Либо работает там, либо кто-то из семьи работает, либо мы покупаем там продукты. Соответственно, что случится с этой половиной населения, когда система «Глобус» будет передана, например, пятерочке... Тем же федеральным структурам, да? Да, группе компаний, куда входит пятерочка. То есть мы получим еще большее ухудшение качества продуктов. То есть с этим столкнется каждый. И мы получим вымывание кировского производителя из этой сферы достаточно серьезное. Это второе, что получит каждый житель. Не какие-то там абстрактные структуры. В отдаленной перспективе мы получаем такой сигнал для бизнеса, что бизнес в нашем городе никто не защищает, никто не поддерживает. Вы представьте, что в Москве случилось бы что-то подобное. Вся Москва бы вышла на улицу. Просто вышли бы на улицу, потому что это действительно касается каждого. Что происходит в городе Кирове? А у нас ничего не происходит. У нас тишина. Есть лента новостей, есть какие-то комментарии в блогах, все. То есть мы, на самом деле, не готовы защищать не то, что сами себя. Мы не готовы свой бизнес защищать. И когда кто-то его защищает, все, что мы можем, это вот так вот... Мне, на самом деле, это очень горько говорить. Мы сейчас с вами рассуждаем в студии об этом, человек сидит. И я понимаю, что легко на его месте может оказаться каждый, кто занимается бизнесом. Потому что материалы дела по Уржимскому спиртоводочному заводу, мне кажется, настолько надуманными. И нет ни одного... То есть есть множество независимых экспертных оценок этого дела, все из которых говорят, что там все было абсолютно законно. Но не просто дело продолжает существовать, но человек продолжает сидеть. И все это похоже именно на давление с целью отобрать бизнес. Вот как раз-таки ваши слова подтвердили депутаты законсобрания. Они недавно провели вот это расследование, деятельность по поводу Уржимского СВЗ. И там решение однозначное. Там все, в общем-то, законно там было. Это был аукцион с проведенной оценкой. Если говорить о том, что пакет стоил дешевле, чем предыдущий замыкающий контрольный пакет, то любой, кто занимается бизнесом или даже немножко знает математику, понимает, что акции, замыкающие контрольный пакет, стоят действительно дороже, чем те, которые не играют на контрольный пакет. Поэтому как в этой ситуации можно было посадить человека, я не очень понимаю. Ваш взгляд наступит 17 декабря. И что дальше? Мне даже то, что сейчас происходит, кажется совершенно невероятным. Поэтому я, конечно, искренне надеюсь, что отпустят. Потому что оснований особых нет для того, чтобы его держать. Но посмотрим, посмотрим. Вы сказали, бизнес у нас не защищен. Сами предприниматели зачастую не заинтересованы в том, чтобы сохранить свое дело. Но событие последнего времени у нас наконец-то появился полномоченный по правам предпринимателей. Это Сергей Данилян. Пока он будет работать на общественных началах. Должность у полномоченного подразумевает некое финансирование, некое наличие аппарата. Но весь следующий год было принято решение губернатором, будет он все-таки на общественных началах работать, не будет получать за это никакую зарплату. Появление самого должности у полномоченного как оцениваете? Разговоры о необходимости такого бизнеса бутсмена велись больше года назад. И это достаточно давние разговоры. Назывались разные кандидатуры. Поэтому меня удивило, как долго решался этот вопрос. И кандидатура Сергея Эдуардовича, она возникла, насколько я понимаю, довольно неожиданно. Очень многие были удивлены, да. Потому что назывались другие имена. Что за этим стоит, я не знаю. Я правда только что вернулась. Я думаю, что в том числе одна из возможных причин, это то, что Олег Юрьевич Березин сейчас сидит. И не оказывает активного влияния на кировскую политику. Но, понимаете, во всей этой истории про необходимость защищать бизнес есть две стороны. Первая сторона, совершенно абсолютная действительно необходимость создавать для бизнеса условия, чтобы он существовал. Но, как мне кажется, это должна быть история налоговая. Это должна быть история все-таки выстроенной структуры проверок. Но так, чтобы бизнес не душили. Вместо этого, то есть вместо того, чтобы ослабить налоговое бремя, и чтобы каким-то образом урегулировать и сделать не таким жестким давлением постоянных наказывающих бизнес-проверок, вместо этого вводится должность человека, который будет разбираться с жалобами бизнеса на эти проверки и на любые другие притеснения. И, собственно, не имея при этом никаких возможностей реальных рычагов подействовать на госорганы? Я не думаю, что там не будет реальных рычагов. Я думаю, что там будет команда юристов. Хочется верить, что если это будет финансироваться, то бесплатных юристов. И я думаю, что там будет возможность внесения законодательных инициатив. Но все дело в том, что все это можно было делать в случае Сергея Эдуардовича, и будучи председателем правления Лиги предпринимателей Кировской области. То есть зачем именно Данилян получает новую должность, я не очень понимаю. Потому что все для того, чтобы заниматься этой деятельностью, у него сейчас и так есть. А вы сами лично с ним знакомы? Нет. Нет? Хотела задать вопрос по поводу деловых качеств, личных? Нет, к сожалению, нет. Возможно, наслышанный? Нет, в данном случае ничего не могу прокомментировать. Я могу сказать только одно. Сергей Эдуардович человек уже, в общем, такой заслуженный и известный. А мне бы казалось, что нам нужно приводить в региональную, по крайней мере, политику людей молодых, инициативных, у которых есть огонь в глазах и которые готовы много работать именно в этом. То есть я, как человек, занимающийся бизнесом, на этом посту хотела бы видеть молодого сильного юриста. Мне кажется, что толку было бы больше. Но молодым, наверное, в этой сфере наверняка не обойтись без поддержки каких-то таких весомых личностей, которые уже, что называется, собаку съели. Трудно, наверное, самостоятельно. У нас телефон звонил, но ничего. Да, я сейчас телефон отключу. Извините, я это не сделала до эфира. Остается, да, у нас не так много времени. До конца программы особое мнение. Есть еще несколько тем. Да, и все-таки вопрос, что называется, вот в лоб изменится что-то у нас с появлением уполномоченного по правам предпринимателей. Давайте посмотрим и подождем. У меня нет радужных ожиданий, но если я ошибусь, я буду очень рада, потому что на самом деле та ситуация, которая в кировском бизнесе сейчас случилась, несмотря на всю радужную картину, которую наш губернатор рассказывал нашему президенту, картина вовсе не так радужна, и закрываются предприятия, и вылетают с рынка организации и целые сегменты бизнеса. Поэтому бизнес нужно защищать и поддерживать. Другое дело, что мне кажется, другими путями. Не в логике жалоб, а в логике создания инвестиционного климата, благоприятного для региона. Конкретных действий по поддержке, да? Да, абсолютно. Причем очень простых, они не какие-то там... Это что-то неизвестно, это очень все просто, понятно, и это, к сожалению, должно быть решено на федеральном уровне, потому что налоговые вещи, конечно, решаются на федеральном уровне. Давайте в ближайшие минуты вот еще о чем поговорим. Сегодня 11 ноября, и ровно неделя с той поры, как наш город покинул художественный руководитель, теперь уже бывший художественный руководитель Театра Наспасской Борис Павлович. Арт-обстрел настоящий он устроил перед своим отбытием, масса спектаклей была, вечеринка стоялась, гудбай Павлович, аукцион, вещи и распродажи, да, Бориса Дмитриевича была устроена. С грустью все это вы наблюдали, читали об этом, по крайней мере? Да, в момент вечеринки я была не в Кирове, а две последние премьеры я видела, и это обе премьеры довольно знаковые. «Полёт на гнездом кукушки», который смотрится, в общем, с... То есть это реалии американской, американские реалии 70-х, 80-х, которые сегодня смотрятся в России как свежая газета. И кукольный дом Ипсона, где, на мой взгляд, абсолютно неправильно и странно Борис поменял финал. Финал, в котором у Ипсона жена и мать с троих детей уходят из дома, оставляя мужа, чтобы найти себя. В случае постановки Павловича этот финал выглядит так. Муж засыпает, а она спускается по стене в таком полузабытии истерики, повторяя «я ухожу от тебя, я ухожу от тебя, я ухожу от тебя». То есть не уходит. Вот этот текст «я ухожу, я ухожу, я ухожу, не уходя», мне кажется, что это был такой метатекст Павловича, который он адресовал нашему городу. Потому что то, как здесь его любили, как здесь к нему относились и как здесь ему помогали, мне кажется, что такую атмосферу и такую поддержку ему будет трудно найти где-либо ещё, и уж тем более в его родном Петербурге. С другой стороны, вся эта ситуация мне не кажется совершенно трагичной, потому что нашему театру «Нас в Пасхе» очень везло на талантливых людей, возглавлявших этот театр, художественных руководителей. И я не вижу оснований, почему бы следующий художественный руководитель не привнёс новую интересную волну, новую режиссуру, новый подход и новое видение. Насколько мне известно, сейчас будет происходить конкурс на замещение в аккаунтной должности. Да, именно так происходит, да. И в какой форме он будет происходить, это тоже очень важно. Одна из возможных форм — это такой фестиваль. Мне об этом рассказали в центре Мирхольда в Москве. Там есть школа театрального лидера, готовящая современных театральных лидеров, которые делают новый театр, новый современный театр. Это менеджеры в театре. Это, как правило, либо директора, либо худруки, которые учатся также и технологии менеджмента, и маркетинга. То есть не только тому, как ставить спектакли, это они умеют, но и тому, как раскручивать и продавать спектакли, и как выстраивать бизнес в театре, что, конечно, очень важно. Так вот, мне рассказали, что существует такая форма, как театральный фестиваль, на который приглашается четыре молодых режиссёра, и им предлагается поставить внутри театра четыре своих спектакля. Затем делается фестиваль, зрители смотрят новые спектакли, поставленные новыми людьми, и актёры, и персонал театра, и цеха в течение этого месяца тоже понимают, нужен им такой человек в их команде или нет. Вот, мне кажется, это был бы очень позитивный путь избрания нового художественного руководителя для театра. А месяца достаточно для этой процедуры? Насколько мне известно, да. Насколько мне известно, да. Я просто не так знаком с театром, не знаю, что там происходит за кулисами, насколько быстро находятся эти взаимодействия между сотрудниками. Борис Павлович как-то говорил, что он всё-таки будет предлагать, у него есть такая возможность, да, каких-то вот людей на свой пост. Ну, тем не менее этого не сделал. Но он темнил, да, до последнего времени. Мне кажется, что да, что Борис как раз мог бы провести этот фестиваль со своим участием и помочь театру, но он этого не сделал. Это жаль. Но я не вижу, почему бы театру не сделать это и без Бориса. Ну, я напомню, что в эфире нашей радиостанции будет по-прежнему выходить программа Бориса Павловича, да и почитать. Есть договорённость, что он будет записывать, отправлять нам звук, и передача будет выходить в эфир. Заканчивается, увы, наше время. Напомню, что гость студии Наталья Осипова, генеральный директор коммерческого центра «Вятский», доцент кафедры журналистики и культурологии «Вятского госуниверситета». Спасибо большое вам. Спасибо вам. Удачи, да. И всем нам хорошей погоды. Зимы хочется уже. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в декабре. Да, вот такими замечательными строчками заканчиваем программу. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго.